Итак, зрители, всем привет! С вами снова Эмбра! Это новое прохождение Хойки 4, но уже с модом на смешариков. В этом видео я хочу показать вам то, что не показал в обзоре, и также мы проведем голосование, где решим, кто будет у нас правящей партией. Пин во главе фашистов, Каркарыч во главе демократов, Копатыч во главе коммунистов, или же Бараш, Монарх. Выборы у нас будут проходить в группе по ссылке в описании, вы можете перейти и там проголосовать. Если вы не можете найти эту запись на стене, то зайдите в запись от имени группы, там точно найдете. Вот, и еще как бы проблемка с вылетами давненько была решена, я об этом в группе писал, так что следят за новостями, уже могли поиграть до выходного версии. Но были кое-какие трудности, поэтому только сейчас видео выходит. Ну что ж, ладно, что я вам хотел показать? Посмотреть. Давайте возьмем генералов сюда, вот так, вот так. Такие прикольненькие восьмой уровень, да, типа четенько, хоть он и наркоман, по понятным причинам, минус два параметра, ну такой листаешь, опа, крош. Я, конечно, не сомневался в его способностях, ну что прям вот так? Это капец. Хотя у него атака всего на единички, а у защиты на восемь. Но мы его ставим во главе сюда, а вот сюда поставим наркомана, конечно же. Потому что это жесть как четко, хоть и минусы, но все равно лучше, чем сову не будет. Так, еще в политике есть тоже интересности некоторые. Наука лосяша, время следует минус 10%. Лосяш единственный образованный смешарик. Как бы это странно ни было, вся наука смешарей держится на одном смешарике. А это заставляет задуматься о чем-то, действительно. Один самый умный во всей стране, да? Ну минус 10%, это жестко. На старте причем, заметьте. Падежка ежика. Несмотря на длительные годы застоя, многие смешарики твердо верят в ежика. Он действительно пользуется поддержкой среди народа. Но сейчас будут выходить ивенты. Там будут еще выборы влиять на поддержку партии. Поэтому я сейчас не хочу особо здесь играть. Так как мы еще не выяснили, кто у нас будет победителем. И как бы поспешных действий не хочется делать. Так, что у нас здесь есть? Ого. Пин. Технический бомбардировщик. Биби-стратегический. Нам бутерброд нужен, это пехотка. О, так ты еще выходишь аж и в руководство, не только. Фига, ты сразу сколько должностей будешь занимать. Не жирно ли для наркомана? Это классно будет, но как видите у нас 9 танков. Я кстати вам покажу сейчас шаблончики. Спецвойск, какая-то фигня. Ну вот это нам надо будет взять. Так, тут что? Амалия фон Карыч. Интересно, такие по сюжету реально были или что? Ну если раз, чтобы прям вникали в историю смешариков, то респектуха конечно. Тут у нас заводики. Воу, даже заводы сделали. Фига себе. Так, политические советники. Бараш, баранка, только здесь 3D. Мнение при 100%, торговые сделки, стабильность, фашист, коняш. Укрепление, Петя, тайный манипулятор, мышарик. Ну, тут очень много кстати выбора есть. Реально вот поддержка смешариков. То есть заметьте, у нас не 4 партии как обычно, а 5. И 5 партии, вы заметили то, что ее нету в фокусах. Я так понял, Нюшу можно привести к власти только за счет ивентов, коих здесь больше 80. Но это давайте мы оставим уже на следующее наше видео, пока будем выбирать из 4 партий. Потому что для нее, я так понял, фокусов нет. Так, ну в принципе, тут особо это интересно ничего нету, только персонажи прикольненькие. Я хотел вам показать наши дивизии. Ну, в общем, нет у нас пехотных, кавалерийских, танковый батальон есть. Вот такие забитые, напрочь с организацией в 10. Короче, что я буду делать? Это просто вот так вот. Машинки производить не можем. Пехотные дивизии, конечно, норм, но они 8.3 дают организации. И тем более, макс скорость, легкие танки, они ради скорости нужны. А тут опа, пехотка их тормозить будет. Поставим мы сюда короче конец, у нее организация больше. Хоть и дольше производится, но она скорость хоть не убавит танкам. Ну и будем, конечно же, пехотку делать с артой. Тут стартовой шестерочка, нормально. Так, ну сейчас, сначала мы, наверное, будем производить, хоть и танки нам нужны, но будем пехотным снаряжением. Вот это вот. Я даже не могу понять, честно говоря, что это такое? Кинжал какой-то, хотя написано стрелковое. Поставим давайте его, вот так примерно, и танки. Пока у нас их... Это не танки, это, как я говорил уже, это просто их шаблон. Это чертеж танка, и мы чертежом воюем. Ну, ментальная атака. Так, ну пока пехотку, потому что нужно будет кавалерию пихать в танки. С десяткой организаций невозможно. Хоть и такие бонусы, согласитесь. Но нет. Я их пока расставлять не буду, мы еще не сделали выбор, куда будем даже нападать. Итак, ребят, пардон, я своим вещью и копчиком почувствовал то, что опять что-то не то происходит. ОБС, короче, начал брыкаться, и были лаги первые минуты. Но сейчас должно быть все нормально, я надеюсь. Я что еще хотел вам рассказать? А именно, разрабы добавили решение. Вот. У смешариков есть много проблем. Кризисы, внутренние и внешние враги. Сегодня бараш сломал скамейку. Завтра пин подорвал половину смешария. Все эти проблемы требуют больших финансовых и трудовых затрат. Но с их решением мы сможем привести смешарию к процветанию. Так, организовать кардебалет. Используя свой талант организатора и опыт диктатора, ежик может устроить праздник и заставить всех смешариков танцевать кардебалет. Стабильность и поддержка войны. 100 политвласти это стоит, но полезное решение. Ремилитаризация Крыма. После поражения под Крымом генерала Бутерброда, эта область остается демилитаризованной. Ведь за ней мягкое подбрюшье Украины, которых стараются сохранить большевики. Пора бы им напомнить, что это наша земля. Поддержка войны 85%, но это демилитаризованная, да? О, реально. Я просто привык, что она будет так мигать, типа Рейна, но я не увидел... Я только сейчас понял, что он демилитаризован. Ну да, видно, что тут красный чуток есть. О, войскам сюда проход запрещен. То есть, с советом воевать можно здесь. А вообще это удобно, слушайте. Если планируем воевать с советами, то можно не тратить дивизии сюда, а просто расставить все здесь. И они же как бы сюда тоже войти не могут. Это удобно очень, да. Я так предполагаю, решения будут еще появляться в будущем. Давайте-ка глянем исследование, что нужно поставить. Я вообще хочу выходить к этим танкам, но пока у нас нет производства, у нас всего два военных завода, давайте будем довольствоваться теми чертежами боевыми, которые у нас есть. Промышленность. Давайте-ка... Давайте-ка лучше строительство возьмем пока что. И время исследования. Отлично. Потом, конечно, будем выходить сюда. Счастье, мед. И лунный пистолет. Вот это вот имба. 3D-модельку, жалко они. Вот если бы они его прицепили сюда, вообще бы разыгры, красавчики были. Это, наверное, уже наркомания полнейшая была, но мод серьезный. Так, и бронетранспорт. Это уже мы танком потом напихаем, когда производство будет более-менее. Вообще вот, допустим, если мы пойдем по вот этой вот ветке, у нас там будет очень удобно. Мы можем, обезопасив ось, аннексировать Турцию без войны. Тут тоже где-то были еще такие похожие фокусы. Были здесь они или нет? Я уже сам забыл. Посмотрю свой обзор, чтобы вспомнить, что здесь за фокусы-то были. Ну, в общем, выберем. Фашизм, демократия, коммунизм, либо же монархия. Все веточки достаточно интересные, хотя демократия, ну, 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 такое себе. Хотя тоже, в принципе, интересно поиграть. Но это уже когда, наверное, попробуешь все остальные ветки. Но в любом случае, все зависит именно от вашего голоса. Какую партию выберет большинство, за то и мы будем играть. Так, ну, что сейчас-то можно делать? Конвой, наверное. Одна верфь. О, на будущее поставим. Один в месяц. Прекрасно. Строительство им тоже вроде там не показывало, то, что они поменяли иконки военного завода, фабрики и все. Ну, уже прикольно. Так, ну, вообще военные заводы, это, конечно, очень круто, но у нас фабрик нету. Где мы их можем нормально так присобачить? Вот в Крыму можно, он демилитаризован. Это вообще офигенная тема. Давайте Крыму будем строить. Я не хочу демилитаризировать. Серьезно. Если никто туда войти не может, мы можем просто его обставить, это будет наша золотая жила. Пусть они территорию захватят, мы у нас производство здесь. О, как удобно, а? Но фокус можно, конечно же, первый сейчас изучить. Обозначить политический курс смешариков. Мир стоит на пороге войны, но нам стоит определиться, кто нам враг, а кто товарищ. Перед смешариками стоит тяжелый выбор. Ну, ладно, я пока сейчас не буду запускать время, потому что полезут ивенты, поэтому я вас просто заинтригую. И мы их уже увидим в следующей серии. А пока что спасибо большое за просмотр, этот коротенький видосик. Мне нужно было организовать все-таки выборы, чтобы все честно было. Вот. Напоминаю то, что по ссылке в описании вы можете проголосовать за партию, а также скачать этот мод из его темы в обсуждениях, а также еще и другие моды. Если есть какие-то вопросы, то задавайте их на сетение группы. А также делитесь интересными моментами. Ну что ж, с вами был Эмбро, спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До встречи.